всем привет наши дорогие любители крыма и путешествий и сегодня для вас новое видео я еду из раздольнинского района со съемок нескольких видео видео будет очень и очень интересно но 1 уже посмотрели когда я ехал сюда был дождь погода была пасмурная туманчик ну а сейчас ребята идет бурга идет просто настоящая метель пошел снег вот такая переменчивая погода в крыму так что у нас указатель черноморская направо евпатория налево до в данный момент мы находимся в сакском районе крыма я снял для вас последнее на сегодня село крыма умирающее село ребята да действительно даже не умирающее а умершее село теперь про дороге пару слов дороги в крыму делают и делают на суп есть делают очень и очень хорошо делают новые дороги делают восстанавливают дороги старые и дорожное покрытие просто шикарнейшая бомбаре шикардосовская вы сами видите какая погодка метет просто заметает в крыму снег выпадает этот же то это но сейчас вот на градусники температура 0 градусов на улице дорога мокрая гололеда нет но снежочек идет хочу поговорить с вами сегодня о многом о многом интересном и важном кстати поговорим о ценах на бензин я конечно недавно видео озвучивал цены на бензин а вы посмотрите как выглядит сакский район та часть сакского района крыма где многие из вас не были потому что но что многие когда приезжают в крым видят трасса таврида курорты а вот такой крым мало кто видео и в основном если снимают дороги то снимают конечно же какие дороги снимают тавриду снимают какие-то дороги на южном побережье крыма а вот такие второстепенные дороги конечно мало кто снимает ну вы хоть увидите вот эти дороги хочу поговорить с вами о том и рассказать вам о том для чего же я снимаю видео про умирающие деревни крыма конечно зрители которые долго смотрят наш канал они знают что я стараюсь показать крым с другой стороны не только курорты которые мы тоже снимаем а также показать как живут люди глубинки в центре крыма где-то в раздольнинском районе белогорском районе в сакском районе но некоторые люди конечно же в своих комментариях пишут зачем-то нам показываешь эти гадости зачем ты выискиваешь брошенные деревни я специально не выискиваю мы снимаем села как умирающие так и села которые развиваются в крыму идет развитие крым сильно развивается по имя то что делают дороги строятся больницы садики школы то есть инфраструктура крыма просто поднимается ребята но не все так хорошо как хотелось бы конечно же вот те деревни умирающие деревни которые я снимаю для вас они считаются неперспективными и поэтому развитие там большому сожалению конечно же не идет два после два фильма которые я снял вы посмотрите чуть позже про умирающие деревни но могу сказать что люди честно говоря жалуются жалуются даже если не на камеру на камеру люди стараются говорить хорошее что у них все хорошо все прекрасно ну а когда я выключаю камеру они конечно дают волю чувством и говорят все что она болела и накипела смотрите какая сильная пурга идет уже температура понижается уже минус один кстати я выехал сегодня из симферополя раненько выехал в попутка утра ну а сейчас у нас на часах начала третьего дня вот так и проходят выходные дни в субботу съемочный день по полной и раз сегодня не поехала на съемки потому что ну как-то не хотелось и тянуть так далеко по всем буквально к вечеру а то и к завтрашнему утру все здесь заметет все будет беленькая честно говоря крыму и так уже без снега было дождей очень много было и вот эти вот проливные дожди они наделали много беды честно говоря в севастополе были подтопления в белогорске были подтопления во многих районах крыма просто заливало были проливные дожди я не снимал про вот эти проливные дожди возможно видео других крымских блогеров вы посмотрели где они показывали проливные дожди но навряд ли кто-то показывал как страдают люди как затопило частные дома и вот сегодня снимая видео мне люди говорили что конечно не на камеру что после урагана в крыму были разрушения в селах крыма посносило крыши пострадали люди и компенсацию людям так и не выплатили конечно это очень плохо но это мое личное мнение ваше мнение может отличаться от моего может совпадать с моим мнением но не везде все проходит гладко и сладко конечно такие издержки возможны не без этого как говорится сразу все охватить руководство крыма не может но не везде в руководстве сидят добросовестные люди которые добросовестно исполняют свои обязанности ну давайте отойдем от этого немножко под музычку полюбуемся вот этой вот неделю в сакском районе как заметает крым как вам такая крымская метель пишите комментарии и так просто чтоб написали комментарий все автомобилисты кто ездит за рулем любите вы передвигаться на автомобиле когда бурга метель когда выпал снег конечно я предвижу комментарии что в метель никто не любит ездить да я сам то особо не любитель ездить по зимним дорогам тем более когда метет метель когда засыпает снегом ну бывает острая необходимость вот как у меня сейчас допустим я же не могу остаться где-нибудь возле села в сакском районе нужно ехать домой вот поэтому я как раз таки и домой еду в данный момент еду я по автодороге евпатория черноморская дорога это двухполосное покрытие здесь просто великолепно если мне не изменяет в память в прошлом году полностью закончили ремонт этой автодороги до этого она была такая подубитель к я конечно плохенькая ну а сейчас передвигаться по ней просто одно удовольствие теперь что касаемо трассы симферополь евпатория мирный строительство еще идет это автодороги обещают ее закончить вроде бы в этом году автодорога будет идти вот раз это это обход многих поселков будет она обходить скворцово также в обход озера сосык севаш об этом видео видео я и также многие блогеры также будет обходить город саки и город евпаторию и выход будет на трассу евпатория черноморская и также евпатория мирный как только сдадут эту трассу конечно будет передвигаться шикарно не нужно будет соблюдать скорость 60 при движении по старой автодороге и симферополя и евпаторию в населенных пунктах вы сможете ехать нормально но как мы знаем что по проекту обещанная скорость передвижения по автодороге симферополь и евпатория мирный 110 километров в час первое время навряд ли такой скоростной режим будет ведь все мы знаем также на трассе таврида обещали скоростной режим 110 не меньше то есть разрешенная скорость 110 но из опыта мы все знаем что разрешенная скорость движения по трассе таврида всего лишь 90 километров в час а почему да потому что до сих пор трасса таврида по документам не введена в эксплуатацию не принято и по информации которую я вот совсем недавно нарыл в интернете что только в этом 2020 году обещают полностью сдать трассу таврида по документам и если по документам официально сдадут трассу таврида то возможно все таки и по скоростного режима с 90 поднимут до 110 честно говоря очень бы этого хотелось потому что при движении 90 километров в час вот а вреде честно говоря засыпаешь она убаюкивает досмотрите метель метет все сильнее и сильнее поля уже заметает машины которые едут навстречу у них автомобильные номера передние покрыты снегом и мы уже подъезжаем к путепроводу который сделан уже сделан это новый путепровод над участком трассы симферополь евпатория мирный значит по этому участку я неоднократно катался но вот пожалуйста сегодня я решил снять для вас такое видео и вы увидите как идут работы еще знаки знаки стоят вот такие вот здесь но мы видим внизу как раз вот под путепроводом будет проходить трасса симферополь евпатория мирный развязка здесь в этом месте делается она еще не готова также делается трасса и честно говоря трасса будет 4 полоска я уже вижу что слой асфальта уложен но работы еще много много техники конечно же работает специальная останавливаться не буду просто здесь в принципе негде остановиться на этом участке и что-то для вас снять да и в такую погоду ребята я сегодня снял для вас три видео честно говоря хоть и снега не было и температура была на улице потеплее чем сейчас а сейчас я уговорил что минус 1 было 0 плюс 1 плюс 2 но честно говоря ветерочек был такой ощутим я подмерз так ощутимо подмерз держал камеру и пожалел что не взял из дома перчатки так что как-то так теперь давайте поговорим о планах на курортный сезон 2024-2024 кто собирается в крым пишите комментарии если кто-то собирается в крым пишите на какие крымские курорты вы собираетесь значит на какую цену вы рассчитываете снять жилье то есть будете ли вы снимаете какую-то бюджетку будете ли снимать частный сектор а может кто-то себе позволит отель средней руки или отель премиум класса где все включено в крыму тоже есть такие отели рекламировать я их не буду вы сами понимаете реклама должна быть за денежку все же кушать хотят так что жду ваших комментариев кто собирается в крым все любители крыма пишите пожалуйста мне очень хочется почитать ваши комментарии может быть кто-то из вас собирается по нашим стопам посетить кавказ поехать в горы кто-то хочет поехать в грузию ведь все кто смотрит постоянно наш канал они знают что двадцать третьем году мы ездили не только на кавказ а также ездили в грузию так что жду от вас комментариев жду много комментариев все новые зрители конечно подписываемся на наш канал ставим лайки если я заслужил этим видео дизлайки конечно можете поставить и дизлайк принципе любое проявление вашей реакции она всегда полезна и если я в чем-то не прав если где-то я ошибаюсь пишите опять же свои комментарии ребята мы вместе с вами уже подъехали к евпатории мне предстоит еще дорога от евпатории домой в симферополь ну вот так вот очень быстро пролетело время нашего видео надеюсь она вам понравилась она сим не смею вас задерживать до встречи в следующих выпусках